уважаемые коллеги добрый день мы готовы начинать наш вебинар напишите мне пожалуйста в чате вы меня хорошо видите и слышите вот уже пишут слышим отлично да очень замечательно ну что ж уважаемые коллеги тогда мы начинаем кстати раз уж мы начали писать в чате как как с детьми бывает помните мы писали мы писали наши пальчики устали давайте еще разомнемся напишите пожалуйста из каких вы городов и регионов от кто-то пишет соскучились уважаемые коллеги я тоже всегда скучаю по вебинарам по общению с вами вот у нас улан-удэ замечательно рязань москва трубчевск волгоград удмуртия город одинцова башкирия республик целая луганск украина да замечательно белгородская область чебоксары биск приморский край казахстан отлич нас уже из казахстана из украины регулярно приходят участники из белоруссии бывают с утра тоже было на этом вебинаре по этому вебинару нас уже международные это замечательно потому что мы с вами вместе создаем единое образовательное пространство получается пермь каменск шахтинский ростовская область мурманская область я вел его погоде говорили как у вас мурманске прохладно или наоборот тепло иркутск астрахань молдавия еще одна страна замечательно ну что ж уважаемые коллеги давайте мы с вами будем начинать я единственно хотел предупредить кто-то из вас впервые на вебинаре может быть кто-то не первый раз пришел в конце вебинара мы дадим ссылку на скачение сертификата на экране будут инструкции по которым вы сможете сертификат скачать для себя поэтому вы его сможете заполнить как только вы заполните электронную форму вам сертификат автоматически будет отправлен на электронную почту и точно так же вы сможете скачать и он появится на экране вебинар у нас будет длиться примерно час-час 15 будет зависеть от того сколько у нас вопросов будет в конце и какие будут комментарии правда же ударе сразу спрашивает почему сертификаты без печати на электронные документы сертификат обычно не ставят столько на бумажное к сожалению поэтому пока сейчас они без печати но мы над этим работаем мы сейчас думаем о том как сделать так чтобы у вас были документы не только электронные ну что ж уважаемые коллеги если вдруг звук будет не очень хорошо у кого-то это зависит от двух причин первая причина может быть проблема с самим браузером поэтому можно зайти через другой браузер но по той же ссылке а вторая проблема который может быть это если пропускная способность интернет-канал не очень широкая тут два варианта что можно сделать первое это заморозить видео лектора для этого надо навести курсор на изображение лектора под ним появится веб-камера нажимаете на нее и тогда мое изображение замрет но зато вы меня будет по-прежнему слышать хорошо потому что все что освободится будет идти на звук ширина канала и презентация будет работать мы с вами сегодня еще видео фрагмент видео занятия с детьми посмотрим и вторая проблема которая может быть вернее второй способ решения иногда вдруг резко пропадает звук особенно после включения видео такое иногда бывает просто flash player не успевает перестраиваться на другой режим работы поэтому что вам для этого нужно если такое вдруг произойдет наведите курсор на изображение лектора под ним появится динамик подвигайте ползунок настройки громкости звука звук обычно оживает поэтому все вот эти вот новые технологии конечно к ним приходится привыкать но самое главное находить путь и способы решения проблем правда же анджела спрашивает подскажите пожалуйста где найти презентации с последних вебинаров видео вижу презентации нет а вот в том же разделе семинары и вебинары есть тема презентации с вебинаров вы оттуда можете скачать презентации все мы разместили просто вы попадаете в тему видеозаписи вебинаров а вот если повыше подниметесь то в том же разделе есть презентация ну что ж уважаемые коллеги начинаем наша сегодняшняя тема звучит следующим образом расширение словарного запаса дошкольников на занятиях английским языком приемы и средства обучения для тех кто впервые я представлюсь меня зовут алексей васильевич канабеев кандидат педагогических наук главный редактор издательства титул и журнала английский язык в школе мы с вами сегодня посмотрим попробуем в ходе вебинара смотреть следующие вопросы ответы на которые надеюсь нам помогут вместе собрать какие-то идеи поделиться опытом потому что опыт у всех разные и слава богу потому что это позволяет дополнять один другого и четче понять на чем основывается запоминание новых слов у детей дошкольного возраста и соответственно как лучше построить обучение поэтому мы с вами сегодня посмотрим на такие вопросы когда дети начинают учить слова не столько учить сколько узнавать наверное правильное слово будет на родном языке а как это происходит то есть каким образом дети слова понимают запоминают за счет чего что может помешать как решить возникающие проблемы и и соответственно как обучать дошкольников английскому языку с точки зрения лексики и так самый первый вопрос вот анна ковальчук уже пишет два с половиной года в два с половиной года как правило уже сформировался языковой центр мозгу то есть на родном языке дети уже какие-то слова изучают они уже говорят правда же либо если дети росли уже в языковой среде они билингу то они тогда на нескольких языках начинают говорить а вообще если мы посмотрим на процесс приобретения языка то что по-английски называется language acquisition процесс развития языка то ситуация складывается такая с самого рождения и до возраста одного года дети различают звуки проводился интересный эксперимент кстати вот как понять различают звуки младенцы или не различают могут они один звук от другого отличить или они просто любой раздражитель голову поворачивают и следят за вами глазами то вы еще знаете младенцы первых дней жизни у них еще и взгляд не очень фокусируется и так далее эксперимент до весьма интересный его проводили во франции французский исследователь дали детям соски в которой был вмонтирован специальный датчик который позволял оценить с какой интенсивностью дети причмокивают как они пытаются эти соски сосать и что происходило и и детям при этом включали аудиозапись разных языков и когда маленькие французы слышали запись французского языка у них активизировались эти движения то есть они оживлялись бодрее становились когда включали записи других языков в том числе и русского у них эти движения замедлялись и начинали преобладать тормозящие реакции возник вопрос у исследователей почему так происходит неужели дети новорожденные уже понимают что это язык родной хотя они еще ни одного слова не знают а вот то язык иностранные на него так реагирует что сделали исследователи они обработали аудиозаписи сначала они поступили таким образом они удалили оттуда все гласные согласные звуки так что запись превратилась просто в шум но не простой шум а шум в котором сохранялась интонация мелодика речи запускали эту запись снова и дети по мелодике прекрасно отличали на французской они реагировали определенным образом на иностранные языки по-другому она кстати надо сказать когда этот эксперимент провели из детьми других стран то французский продолжал влиять активизирующий на детей потом запись снова обработали исходную из нее удалили мелодику то есть оставили слова их легко было понять а интонацию поменяли и вы знаете на удивление дети начали реагировать так они ребят начали реагировать на французский язык точно также когда это они реагировали на иностранные языки о чем это говорит это говорит о том эксперимент он подтверждает что новорожденные дети даже они хорошо откликаются на мелодику речи они пока еще не отличают естественно слова друг от друга они только-только учатся различать звуки но для них уже совершенно не безразлично что и самое главное как звучит не только тон а именно интонации предложения то есть очень любопытная ситуация получается что еще как дальше развивается к одному году дети уже понимают и продуцируют первые слова но это пока еще на уровне односложных вещей или там два-три слога но слова короткие киса собачка да еще и слово не четко произносит правда но детей есть проблемы с развлечением границ между словами они два слова в одном могут легко слепить они не могут не всегда слышат границы между словами и так далее с полутора лет происходит резкий скачок в качестве запоминания новых слов как отмечает выдающийся известный очень британский исследователь стивен пенкер есть много его книг который написал и он очень много занимается именно исследованием языка с точки зрения нейрофизиологии что язык делает в мозгу как он работает и так далее стивен пенка пишет что с полутора лет не просто резкий скачок но дети по одному слову по новому каждые два часа узнают на самом деле это неудивительно если посмотреть на уровень владения языком детьми и это вот узнавание такой активный период длится практически до подросткового возраста до teens то есть лет до 12 очень активно дети язык впитывают в себя но каким образом это не мудрено потому что словарный запас небольшой в начале каждое слово новым кажется но и потом слова все прежнего новые новые и новые становятся но говорят пока дети конечно очень слабо они пока фразы из двух слов используют например хочу кушать собачка гав-гав и так далее то есть есть фраза полные есть фразы и вообще слабенький пока еще которые на таком так нам детском языке а вот с конца второго года то есть два с половиной вот о чем вы писали уже анна ковальчук писала два с половиной года языковый центр сменировался вот с конца второго года начинается усложнение высказывания лексическое они становятся все более развернутыми и до конца третьего года идет период усложнения и только потом после этого с четырех лет дети начинают обращать внимание на грамматику не то чтобы они совсем не обращали до этого обращаем но они за правильность особо не следили и ошибки делают и так далее а вот с четырех лет все больше становится у детей грамматически правильных высказываний и предложение становится все длиннее что для нас с вами важно с этой точки зрения а вот здесь нам как раз помогает понять эта схема вот то как дети изучают иностранный язык нам здесь как раз помогает понять когда стоит что давать и на что делать упор то есть посмотрите самых первых месяцев рождения дети хорошо изучают интонацию дети легко запоминают и воспроизводят интонацию я об этом буду чуть позже говорить но знаете есть целый ряд исследований которые показывают что произношению правильному и интонации лучше всего обучать в самом раннем возрасте потому что чем человек старше от тему сложнее произношение приобрести правильное и например ребенка лет шести гораздо легче научить чем взрослую дяденьку скажем которому но там за 20 перевалило уже например он еще не дяденька конечно но все равно совершенно по-другому идет восприятие лексики новым словам можно уже учить и в два с половиной года действительно начинают с двух лет уже начинает все это формироваться но нельзя от детей ожидать что они больше пары слов за занятия запомнят новых и уж тем более высказаний развернутых они из них построить не смогут нельзя ожидать что ребенок на иностранном языке сделает больше чем то что он состоянии сделать на родном языке а вот где-то посмотрите усложнение высказания до конца третьего года жизни то есть лет с трех уже вполне можно заниматься иностранным языком более широко раньше здесь зависит от ребенка дети все разные у кого-то пораньше развивается развитие и быстрее у кого-то медленнее есть дети у которых очень долго длится молчаливый период а потом не сразу начинают целыми фразами говорить то есть они как бы проскакивает вот этот момент когда короткие фразы простые они сразу переходят к высказанием длительном правда же вот кстати скажите пожалуйста мы с вами заговорили кто-то уже начал писать вот например анжела пишет или анжела прошу прощения не знаю как ударение правильно поставить пишет очень интересная тема я сейчас работаю с детьми 3-4 лет такой такой требует детского сада много вопросов возникает и проблем ведь они не готовы еще к учебной деятельности нет к учебной они не готовы если люди ребенку устраивать урок в этом возрасте ничего из этого не получится к сожалению занятия и в игровой форме вот чуть раньше писали да что игра должна быть и так далее кто-то пишет я еще и молодая мама а скажите пожалуйста вот лилия гладкова пирс детками такого же столько играть на при хорошем учении дети даже не поймут что их обучает они не готовы к учебной деятельности только играть абсолютно согласен до двух лет хорошо давать слушать стихи прочитаны носителями языка до мелодика и дети легко запоминают это очень хорошо работает песенки дети любят и так далее они же на родном языке очень много их слушать правда то есть для ребенка это очень актуально актуально а скажите пожалуйста уважаемые коллеги кто из вас работает с детьми дошкольного возраста неважно в детском саду в образовательном центре дома у себя может быть мне просто интересно понять какой у вас опыт и будет очень интересно этим опытом обменяться сейчас кто из вас занимается или может быть кто-то из вас планирует либо собирается либо хочет вот александр пишет детском саду занимаюсь архангельская и новое прошу прощения что без очень только инициалы два с половиной года в саду пока только дома с дочкой ей полтора года у это очень интересно дарья алексеевна пишет это очень интересный опыт работы больше 10 лет замечательно великолепно когда опытные преподаватели у нас есть хочу начать уроки в дошкольную группу но пока опыта нет посмотрите есть люди у которых опыт есть есть который нет но хотят этот опыт приобрести и так далее работаю с насколько в дополнительном образовании в детском центре с пятилетками занимаюсь группами детском саду с четырех лет работы с детьми 56 лет в образовательном центре дополнительно образование частный ученик шесть с половиной лет замечательно почему я спросил потому что очень интересно когда такой широкий спектр опыта с сыном ему четыре года великолепно мы сможем с вами сравнить когда мы сейчас будем говорить о принципах обучения мы с вами сможем сравнить а так ли это работает действительно ли то о чем я пишу подтверждается ли это практикой потому что на самом деле в любой работе практика гораздо важнее теория если теория подтверждается практикой значит это хорошая теория если практика теория опровергает то грошится на такой теории правда же вот уже пишут об об основных проблемах а я как раз об этом и собирался с вами поговорить но давайте сначала посмотрим очень коротко как дети учат слова вот уже дарья алексеевна пишет слушаем песенки очень интересно слушать как завороженные вот посмотрите как дети слова учат путем имитации произношения и интонации здесь прекрасно работают песни стихи когда ребенок повторяет интенсивно выделяются фразы потому что очень важно чтобы ребенок понял границы слова и вот то что вы интенсивно выделено то и работает хорошо правда же вот ольга козина пишет центре детского творчества пятью семилетками работает второй способ каким дети учат слова это дети узнают смысл от взрослых слов но действительно мы же показываем картинки врем посмотри это собачка и вон там собачка побежала а это кто нового а это кто чуть не сказал на лугу пасется конечно не собачка коровка там уже или козочка правда или в городе а это машина а это светофор и так далее сама среда становится средством обучения для нас с вами мы постоянно повторяем объясняем и так далее чтобы ребенка развить приходится объяснять например не просто не трогая мы же говорим не трогай обожжешься горячо и так далее мы постоянно аргументируем и дети все новые новые слова узнают их смысл и важные признаки этих предметов но это на родном языке работает а вот на иностранном чуть посложнее мы поговорим про это и плюс дети умеют самостоятельно вычленять смысл из контекста то есть если кто-то считает что вот ребенка пока ребенку не назовешь предмет не скажешь что вот так называется ребенка вы не узнает как называется это не совсем верно проводили британские ученые такой эксперимент как они работали они детям показали две карточки на одной карточке был изображен предмет знакомые детям мячик а на другой карточке было изображено водопроводное колено то есть вот тот уголок который соединяет трубы дети и предметы не знали и слова не знали и детям сказали на одной карточке по-английски естественно сказали на одной карточке изображен изображен болл а на другой изображаю изображено и специально придуманное слово использовали блэнкет покажите им сказали детям где здесь болл а где здесь блэнкет дети естественно сообразили это Речь шла о детях 2,5-летнего возраста Дети прекрасно сообразили Если здесь ball на картинке То вот эта непонятная штука Называется непонятным словом blanket И когда им задали вопрос Point to the ball Они пальчиком показывали на мячик Point to the blanket Незнакомое слово на него смысла вычленили Даже не зная, что это за предмет Они пальчиком показывали на другую картинку То есть это говорит о том, что у детей идет анализ И они слова вычленяют из контекста Даже в начальном возрасте А вот интересно, как с кем чего ассоциируется Например, Анна Ковальчук пишет У меня девочка Google Fly ассоциировалась с своим мобильным телефоном А это, наверное, телефон фирмы Fly был Правда? Она слышала название У нее так и появилось Дарья Алексеевна говорит, они умнее, чем мы думаем Вы знаете, дети очень умные Они прекрасно воспринимают многие вещи Но у них есть и свои ограничения Есть ведь проблемы, правда? Ребенок действительно узнает очень много из контекста Просто мы забываем о двух вещах Первое. У детей есть свои особенности в обучении Но у них есть и потрясающие возможности Это период активного бурного роста мозга И развития способностей ребенка, если их развивать Второй момент, о котором мы иногда забываем Это о волшебной силе контекста Из контекста ребенок вычленяет очень много смыслов Мы иногда об этом и не задумываемся Но ребенок тщательно следит за нашими действиями За нашими словами Любит имитировать и так далее А вот Александр пишет Apple тоже ассоциирует Ну видите, это у нас уже брендирование пошло Итак, какие же проблемы и особенности в обучении дошкольников бывают? Я постарался наиболее существенные перечислить Давайте мы с вами, исходя из вашего опыта К счастью, очень разного Скажем, вы согласны? Вернее, скажем так даже Наблюдали вы такие проблемы? И часто ли такие проблемы встречаются? Первая проблема У детей недостаточно развита долговременная память Они новые слова забывают очень быстро Замечали такое? Да, пишет Маргарита Даева Лилия Гладкова пишет, да Ольга Тосинюк, да Есть такая проблема Действительно, ее можно обойти Мы сейчас об этом поговорим Да вы и сами уже говорили об этом В большинстве своем Верно, это особенность развития этого возраста Затем У детей слабо развит фономатический слух Они могут слова понять неправильно совершенно Им говорят одно Они слышат слово другое совершенно Бывает такое? Тоже бывает Причем постоянно А все просто Опыта нет, жизненного Кругозора очень мало Языкового опыта мало Поэтому, соответственно, и слова неправильно поймут Они их идентифицировать еще не могут Следующая проблема Внимание переключается очень быстро И дети быстро теряют интерес к занятиям Бывает такое? Да, произносят так, как удобно И Мария Прощенко пишет Как раз столкнулась с такой проблемой Да, интерес теряют очень быстро Вот скажите, пожалуйста, коллеги Те, кто занимается с детьми Исходя из вашего опыта Вот Александр пишет Эту проблему мы побороли Ее есть чем побороть И НВ Архангельская пишет Нет, если есть всегда новое Это одна из главных проблем Действительно Вот скажите, пожалуйста, коллеги Исходя из вашего опыта Ребенок в 4 года Сколько в состоянии концентрировать внимание? Вот сколько с ним заниматься можно Иностранным языком, например Из вашего опыта по времени? 15 минут Есть варианты 20 минут Минут 15 Действительно В основном, говорят, 15-20 минут А с пятилетками сколько можно? Хотя кто-то пишет 30 Это в 2 раза Вот Ангелина Ягодарова пишет 30 минут Это в 2 раза больше, чем 15 А вот с пятилетками, видите, уже 20-25 С шестилетками до 30 можно дойти Но, опять же, вот как вы совершенно верно писали Уже Если однообразная деятельность Ребенок устанет быстро Если деятельность меняется То это самое основное дело, правда? Вот Татьяна тоже подтверждает То мотивация сохраняется Еще у детей в этом возрасте Большая склонность к словотворчеству Они придумывают новые слова на основе правил Например, на английском языке Неправильные глаголы спрягают, как правильные В прошедшем времени Например, вместо I went говорят I got Еще удивляются, что это не так Слова тоже начинают множественное число прибавлять Например, когда им говорят олень, дея И много оленей Тоже дея А нету неправильных диез И совершенно нормально для детей Тоже верно, правда? Вот пишут коллеги Пять минут на каждый вид Действительно, если верить психологам Пять, шесть, семь минут максимум Просто ребенок может заниматься Но и так уже устанет, правда? А русские дети точно так же Что на русском языке тоже придумывают Другие слова по другим правилам И так далее И плюс очень часто бывает Я думаю, что Вы тоже с этим встречались Если ребенок слова не расслышал Он пытается в эту фразу Подставить другое знакомое Так называемое слово Которому показалось подходящим Например, одна учительница рассказывала В начальных классах Она показывала детям достопримечательности Лондона И то, это начальная школа А у дошкольников это еще чаще встречается Показывала достопримечательности Лондона Показала картинку с изображением Вестминстерского аббатства Сказала Вестминстер Эбэй И кто-то из детей Начали дело называть Они слово Эбэй не знали И не поняли, что это собор Они вместо этого стали говорить Вестминстер Рэббит Потому что слово Рэббит Они уже знали Так собор превратился в кролика внезапно Да еще и вестминстерского То есть то, что бывает У вас были такие случаи? Я думаю, что были И они очень забавные Когда посмотреть, как дети подставляют такие вещи О них, кстати, замечательная книжка Чуковского От 2 до 5 Где он писал об этом И у пятиклассников Ну, пятиклассников на иностранном языке А здесь на родном языке бывает такое И так далее И как мы с вами уже говорили Вот вместо фиш-фиша Вы знаете, на утреннем вебинаре Мне сказали Вот, отлично Я как раз хотел прокомментировать Александра Бережная Говорит, что отвлекаются Если иностранное слово похоже на русское по звучанию Вот, карот вместо парот Кто-то говорит Да, дети Мне сказали, например, что Утром коллеги говорили Что ребенок не раз слышал слово теча И подумал, что ему сказали птичка И так и стал говорить Чей за птичка? То есть он вообще русское слово подставил Вот, есть такие вещи Да, действительно бывает Но при смене видов деятельности Интерес у ребенка сохраняется И таких примеров множество То есть эти основности Они одинаковы для разных языков На самом деле, конечно Я не буду про это много сегодня говорить Вот буквально еще один комментарий На самом деле Есть исследования, которые показывают Что в зависимости от языка Он немножко по-разному воспринимается Изучается детьми Например, когда смотрели Как дети изучают корейский И китайский языки Оказалось, что Когда дети изучают корейский язык Они очень легко запоминают Имена существительные И это объяснили тем Что в корейском языке Такая структура синтаксическая Что там очень важна Предикатная часть предложения То есть Вокруг существительного Все крутится Оно управляет всем предложением Поэтому все внимание туда И дети легко запоминают предложения А в китайском языке Он язык изолирующего типа Там ситуация другая Поэтому дети там Никак не выделяют Существительное У них фокус внимания Идет на другое И так далее Вот Анжела спрашивает Как вы считаете Можно ли учить буквы Начинать учить читать В 3-4 года А мы с вами будем Сейчас говорить про чтение И я покажу Один из вариантов Того Как можно Обучать читать Но не обращая Большого внимания На отдельные буквы Есть такие моменты Вот сейчас Дарья Алексеевна пишет Думаю Есть способные дети Действительно Дети очень разные У каждого развитие Идет своим путем Поэтому например В некоторых системах Развивающего обучения Скажем в системе Монте-Сори Из детей группа Формируют в детских садах Не по принципу возраста А по принципу способностей И в одной и той же группе Прошу прощения Могут быть дети Совершенно разного возраста Но они близки По уровню способностей Те кто помладше Немножко опережают Своих сверстников Те кто постарше Они вовремя Просто идут в том режиме В котором свои сверстники Точно так же развиваются Итак Давайте мы с вами посмотрим Вот на что Какие же принципы обучения Лежат в обучении дошкольников Не только лексики Но и вообще Обучение Итак Первый принцип Самый главный При изучении новых слов Обязательно опора на то Что ребенок уже знает Нельзя вводить новое понятие И одновременно Новое для ребенка слово Если ребенок не понимает Этого понятия То ему и слово понять Будет гораздо Гораздо сложнее А вот если это понятие Ему знакомо А просто ему сказать Вот как оно называется По-английски То ребенка Воспринимает Гораздо легче Здесь наверное Уместна аналогия с радио Для того чтобы радио Можно было послушать Его надо сначала настроить Вот пока не настроите Этот приемник Он работать не будет К сожалению А новые слова Должны предъявляться В значимом для ребенка В контексте О чем это идет речь Контекст ребенку Должен быть близок Если ему говорить Про стройку дома жилого Но ребенок На что может посмотреть На строительный экран Как он называется Может быть слово кирпич Запомнят А если говорить про игрушки То здесь ребенок Воспринимать гораздо больше Потому что ситуация Играем в песочнице Например Ребенку гораздо ближе Знакомо и понятнее То есть знакомые темы Они работают всегда лучше Поэтому очень важно Тематически организовывать Так чтобы все это работало А использование всех каналов Испрять информацию нужно Большинство детей визуалы Им нужно картинку увидеть Но на самом деле Ребенку надо и услышать Это слово И услышать звуки Которые с этим словом Соотносятся Например не просто машинка Как когда на улице звучит Мотор и прочее Им нужна моторика Обязательно То есть нужно подкреплять Движением запоминания И это могут быть Какие-то физические упражнения Это может быть Просто взять игру И тактильное ощущение Игрушку потрогать Это может быть рисование Раскрашивание И так далее Но когда ребенок Посмотрит на слово И на его значение Со всех сторон Увидит предмет Который это слово Обозначает Услышит это слово Подвигается руками Потрогает И так далее То тогда запоминание Идет гораздо лучше Другой вопрос Как это все организовать Сейчас мы про это поговорим Обязательно нужна Высокая повторяемость Нового материала Но в совершенно разных формах Так чтобы Как справедливо писали Ребенок и не догадался Что это учебное занятие Пусть он это воспринимает Как игру Но одно и то же Он должен повторить По-разному Мы сейчас посмотрим На примеры Игровые элементы Обучения Обязательно нужны Без игры Дети устают Но другое дело Что можно Не только играя Обучать Правда Очень полезно Использование ритма И рифмы Здесь помогают Стихи Чанты Песни И так далее Мы про это с вами Уже говорили В чате упоминали И должна быть Система предъявления Отработки И закрепления Нового материала А раз Есть система То соответственно Должен быть и контроль Вот здесь уже Важный момент Если все До этого О чем мы говорили Может учитель обеспечить Сам Набрать игрушек Нарисовать Какие-то картинки Произнести И так далее То систему Чтобы построить Требуется больше Силы времени Поэтому может быть Здесь имеет смысл Обратить внимание На готовые пособия Мы про них поговорим Сейчас с вами И так далее То есть те принципы Которые я привел Они важные Но не самые главные Вот например Мария Куракина Пишет сказки Где большая повторяемость Очень полезна Вы знаете Есть еще у детей Такая особенность Что их кардинальным образом Коренным образом Отличает от взрослых Взрослые устают От повторений Сколько раз От взрослых Слышать можно Что ты мне По сто раз Повторяешь Правда? Мы устаем от этого Мы с первого раза Прекрасно поняли Это как в том анекдоте Когда говорят В аэропорту Объявление Что самолет Отправляется в город Баден-Баден А нетрезвый пассажир Возмущается Говорит Я из первого раза Понял Нечего мне повторять Вот Есть правда Самолетом И другое объявление Другой анекдот Когда звучит Звучит объявление В аэропорту Девушка улетающая В город Козыл-Мурды Девушка улетающая В город Козыл-Мурды Одумайтесь Так что бывает И такое Но это конечно В порядке шутки Итак О чем я говорил Взрослые устают От повторения Дети К повторам Относятся совершенно нормально Более того Маленький ребенок Уже сто раз Слышную сказку Много раз Знакомую Он ее просит И просит Повторять снова и снова Если вы позволите себе Подумать Если вы подумаете Что вы сейчас Ребенка развлечете Если вы в сказке Что-то поменяете Например Сказку про репку Будете рассказывать И поменяете Предположим Там не Бабка за детку А внучка за детку А бабка за внучка Это будет просто скандал Ребенок начнет возмущаться То есть он прекрасно Знакомый текст Слушает не раз И готов работать Вот Александр Бережная Пишет Повтор сказки Это уже элемент психотерапии Да Вообще детские психологи Объясняют это таким образом Ребенок чувствует себя уютно Когда он находится В знакомом пространстве В знакомом мире И так далее Одна из причин По которой дети так любят Например Всякие Лимерек И Несса Раймс Слушать Вот эти вот стихи Нелепицы и прочее Одна из причин Как раз в этом и заключается Дети очень хорошо знают Что эти стихи Не отражают Реального состояния вещей Поэтому они себя чувствуют умными Они знают О Я знаю как на самом деле Это не так Я гораздо умнее Этого автора Поэтому дети Удовольствие от стихов Нелепицы получают Это уже мы Когда взрослеем Мы гораздо меньше удовольствия Получаем от такой поэзии Потому что Мы видим Нелепость Несостыковки О логичности И так далее И в окружающем мире Периодически Поэтому да Вот такие моменты работают Итак Как же можно учить Когда я буду говорить Про средства обучения Я буду приводить примеры Опять же Контекст Реальные вещи До практика Буду Которые важнее всего Буду приводить примеры Из следующих книг Первое Курс 12 шагов к английскому языку Для детей 4-6 лет Этот курс состоит Из 12 книг Книги 1-4 вышли Книги 5-8 Выходят в августе Мы их в типографию Отправляем уже И книги 9-12 выйдут осенью Авторы этого курса Радистав Петрович Милрут Доктор педагогических наук Профессор И Наталья Александровна Юшина Практикующий преподаватель Который не только с детьми Занимается очно Но еще и по скайпу Представляете Вот с детьми 4-5 лет Если кстати вам интересно Наталья Александровна проводила У нас два вебинара И один из вебинаров Включала фрагмент Видеозаписи занятия С девочкой 4-х лет По скайпу Причем девочка В другом регионе Совершенно находится Очень интересно посмотреть Вторая серия книг Это книги Стихи и загадки Для детей 4-6 лет Авторы этих книг Учитель английского языка Из города Красноуральск Свердловская область Юлия Геннадьевна Курбанова Этих книг 5 штук вышло Вы их увидите И я скажу Какие это книги И еще одна серия Это книги с мобильными приложениями Большинство книг Моего авторства Но у нас и другие авторы Сейчас подключились Сейчас вышло 7 книг Две книги на выходе Тоже к сентябрю выйдут И еще несколько книг в работе Поэтому до конца года У нас будет 15 книг С мобильными приложениями Вы увидите примеры Сегодня на вебинаре Того, что пока еще Никто не видел Поскольку это еще Только в типографию Отправляется И наконец Серия книг Развивашки Мы специально назвали Так легко Потому что это пособия Которые скорее Для общего развития детей Чем их обучение Иностранным языкам Конкретно Но они тоже позволяют Расширить словарные запасы Детей Вот давайте-ка мы с вами Посмотрим на эти моменты Вот кто-то Кто-то пишет Уже очень понравились Ваши книги Первые слова Спасибо большое А вы уже попробовали По этим книгам работать Вот по каким книгам Из того, что я перечислил Вы уже работали, коллеги Просто интересно посмотреть Одно дело понравилось Преподавателю Другое дело Реализация На практике Вот Ангелина Ягодарова Пишет Приобрели Замечательно То есть готовитесь Использовать Кто-то пишет Не работал Но очень хочется Кто-то пишет Мне понравилось 12 шагов к английскому языку С сентября Начнем с детишками Замечательно Лилия Гладкова пишет 12 шагов и загадки Кто-то пишет Пока не видел Есть ли вы Развивашки в магазине Развивашки выйдут В августе Мы их отправляем В типографию На этой неделе Поэтому к августу Будет Отлично Ну вот давайте-ка посмотрим Пока вы пишете Как заказать Тоже расскажу Можно купить в интернет-магазине На EnglishTeachers.ru Будем сентября Стихи и загадки А вот давайте мы с вами посмотрим Итак, развивашки Я сейчас слайд увеличу Чтобы вам было удобно Посмотрите Начало каждой книги Развивашек тоже Пять штук сделали Пока Начало каждой книги Это разворот Который стимулирует Внимание детей И заставляет их подумать О том О чем будет книжка То есть фокусирует их Посмотрите Первое задание Восстанови рисунок Среди точки Видите у нас с вами Хвост у лисы И хвост у собаки Не дорисованы Его надо по точкам дорисовать Это важное умение От детей требуется Уметь в контур попадать И так далее И у коровы Часть спины Тоже нужно дорисовать Дорисовали И у детей спрашивают Как ты думаешь О ком эта книжка Дети разные Кто-то скажет О собачках Если только собачку Заметят Кто-то еще что-то Но скорее всего Скажут О животных Правда Мы их можем поправить Если что скажем Ну подожди Вот собачка Лиса Зайчик Кошка Медведь Корова Лошадка А как они Одним словом Могут называться Кто они Если скажут Животные Или звери Уже будет хорошо Правда Следующая страница Разворота Тут тоже вопрос Как ты думаешь Кто скрывается Под знаками вопроса Нарисуй И некоторые вещи Угадать можно Видите Вот здесь явно бабочка А вот здесь Под знаком вопроса Мы не видим Кто скрывается И это сделано специально Мы не ждем Что ребенок Точно отгадает Просто мы здесь Даем возможность Подумать Что вот в животный мир Входят здесь И насекомые Потому что бабочка У нас есть И лягушки Земноводные И так далее А вот здесь Мы просто проверяем Знания детей Пусть он подумает А кто еще К животному миру Относится Правда И нарисует Прав он был Или не прав И это абсолютно В данной ситуации Не играет роль Его надо похвалить Нарисовал Молодец И ничего не нужно Здесь дальше показывать Правда То есть мы здесь Стимулировали Внимание детей И пойдем дальше Сейчас покажу Как предъявляется лексика Вот кстати Не могу удержаться Хочу комментарий Прочитать Маргарита Даева Пишет Занималась с ребенком По книжке про цвета Четыре года Сыну очень понравилось Скажите пожалуйста Эта книжка про цвета Была стихия и загадки Или это была книга С мобильным приложением Пока вы пишете Давайте посмотрим дальше С мобильным приложением А это моя книжка Замечательно Очень приятно Что ребенку понравилось Потому что книжки Задумывались как простые Самоочевидные Для преподавателя И в то же время Удобные для ребенка Пойдемте дальше Итак Затем мы предъявляем Ребенку слово У нас левая страница Книжки большого формата Вот такого Поэтому их можно использовать Как флеш-карты На целый класс работать Мы показываем лесу И говорим Вот это вот леса По-английски Она называется Fox Транскрипция И написание слова Сверху Это не для ребенка Это скорее для нас с вами А вот видите Цветной полоской Выделено Fox И мы просим ребенка А проведи пальчиком По стрелочкам То есть у нас здесь И зрение И аудиалы Работают И кинестетики Подвигали пальцем Прорисовали И хорошо Следующее занятие Задание На второй странице На этом же развороте Звучат следующим образом Первое задание Всегда на развитие Умственных способностей Умения анализа Синтеза Сравнения И так далее Вот перед вами Найди двух одинаковых лисичек Дети сравнивают Ищут И затем последнее задание Это задание На развитие творчества Например Соедини точки И раскрась картинку Мы потихонечку Готовим детей Через увлекательно Интересные для них занятия Мы их готовим к тому Что они смогут работать Учиться потом И так далее Вот такие развивашки Они довольно простые И сзади еще даются прописи Вот кто-то спрашивал С какого возраста Учить детей Читать по буквам Вы знаете Здесь от вас зависит Развивашки мы строили Таким образом Чтобы их можно было Даже в начальной школе Использовать Например Какой-то вводный курс К английскому языку Или просто Как дополнение Для детей слабых Или для ввода Новые темы И какие-то развлекательные вещи Но прописи Обратите пожалуйста Внимание Для дошкольников Делаются таким образом Слово все бледнее И бледнее написано Не соедини по точкам Там есть санитарные нормы А именно Вот так вот прописать Если вы взяли детей Постарше Можно их попробовать По образцу И самих Научить написать Но тем не менее Так Какие у нас еще Комментарии Аэлита пишет У меня тоже Все 4 из 12 шагов Уже начали работать Также приобрела стихи Загадки Материал просто супер Сама бы занималась Вы знаете коллеги Я настолько сам Смотрю на книги современные Так жалею Что у меня в детстве Их не было Но с другой стороны Приятно Что такие можно издавать Александра Бережная Спрашивает Для этого книгу Нужно иметь на всех Если вы про развивашки Говорите То в принципе Пропись можно Отксерокопировать Как тот Справедливо пишет Как вам удобнее Борис Иванович Марков Пишет По стихам и загадкам Внук с 3 лет Правильно называет Животных на английском Хотя по русски Название коверкает до сих пор Вообще удивительно Я на вас буду Борис Иванович Я на вас буду ссылаться Если можно Вы у нас не первый раз На вебинаре Я просто буду ваши слова Цитировать на семинарах Региональных Потому что это удивительно Коллеги спрашивают Заглавные буквы Да Здесь заглавные буквы Мы специально писали Заглавные Потому что дети Пока еще В дошкольном возрасте Вы сами знаете Как они часто путают Буквы большие И буквы маленькие Прописные и строчные Правда? И еще одна из проблем Ведь книжки По санитарным нормам По российским нормам Я имею ввиду Есть российские Санитарные нормы Которые требуют То чтобы Именно вот так Было сделано Определенное расстояние Между буквами Не больше Чтобы пространство Было не сильно большое Размер Шрифты определенные Плотность бумаги Цвет бумаги Это все абсолютно Жестко регламентировано Чтобы здоровью детей Не навредить Вы про это не знаете Вам это и не нужно А вот издатели Это хорошо знают Потому что если мы Нарушим санитарные нормы Это в Санпинах Все написано То тогда книга Не получит сертификат Санитарного соответствия Ее просто не возьмут В магазины Поэтому это очень важно Вот Александр пишет Цена кстати Вполне приемлемая Но на самом деле Да Книги Стихи и загадки Про которые мы будем Говорить Вот такие вот Они стоят 50 рублей В интернет-магазине Книги с мобильными приложениями Стоят 55 рублей Но здесь И бумага глянцевая Поплотнее сделана И так далее Из-за этого Чуть подороже получились Книга 12 шагов К английскому языку Вместе с аудиодиском Вместе с карточками И так далее Мы про это сейчас будем говорить Стоит 138 рублей Мы очень старались Сделать это все Приемлемо Итак Пойдемте дальше У вас очень интересные комментарии Я стараюсь все это читать Но иначе просто Буду отвлекаться Поэтому я чуть-чуть Пропущу несколько моментов Хотя опять вот момент хороший Александр Бережная спрашивает Вопрос Не мешает ли раннее обучение Иностранному Усвоению родного Я проводил на эту тему Вебинар По-моему в апреле Как раз мы обсуждали подробно Когда начинать учить Почему учить И так далее И все зависит от того Каким образом учить Когда начинать Как он не помешает Если вам интересно Посмотрите Видеозапись вебинара Ольга Пушко спрашивает Долго книги будут идти по почте Вы знаете Зависит от почты Но сейчас стала почта Работать очень быстро Так что Я вам расскажу Вот коллеги уже Делятся опытом Что быстро приходят Просто ситуации с почтой Бывают разные Как Мы как-то из Московской области Письмо три недели Донашло А я получал Из Хабаровска письмо Которое дошло До Калужской области До Гордовницк За неделю буквально Бывает и быстрее иногда Просто на удивление Вот Морзеля уже пишет У меня шли четыре дня Вот как раз До Благовещенского Дойдет нормально Неплохо будет Пойдемте дальше Я на ответ Тамара Викторовна Спрашивает про апробацию Я отвечу про апробацию Мы сейчас будем Про это говорить Итак То есть развивашки Строятся Еще раз Давайте посмотрим Из чего Первое Общий разворот Вот этой книги Это стимулирование Интереса детей И ориентация Их на тему книги Затем у нас идет Лексика Вводится вот так Большой карточкой Как флешкарта Дети могут прописать Слово по буквам И запомнить его Затем у нас Задание на анализ Либо на синтез На умственные операции И третье задание На это же слово Это задание творческое То есть оно детей развлекает Я еще раз хочу сказать Эти книги Они потому и развивашки Что они направлены На общее развитие ребенка Скорее чем на Большой объем Каких-то новых слов Но в качестве Поддерживающего Дополнительного материала В обучении Иностранному языку Они тоже могут Сработать вполне И пропись тоже дана На все слова Которые есть в этой книге Составитель этих книг Кстати Это Алена Евгеньевна Козевича Которая вам тоже знакома Прекрасно по вебинарам И семинарам И Илья Михайлович Буров Вот действительно Главное не перегружать детей То есть все должно Опираться на Индивидуальные особенности Ребенка И потребности Все-таки не зря Во вгостно Начале Дошкольного образования Основная задача Это развитие ребенка Затем Как можно сделать так Чтобы убедиться Что книги опираются На знание Контекста ребенка А вот вам пример Из книги Стихи и загадки О цветах Идет речь про калас Не про флауас По-русски Немножко неудобно бывает Да Вот дополнительно Развитие фономатического слуха Правильно комментируют Есть ли книга Для учителя Для данных пособий К развивашкам нет Там просто Методические рекомендации И ко всем остальным книгам А к курсу Двенадцать шагов К английскому языку Есть И книги для учителя И готовиться К выходу Программа курса Но давайте К опыту ребенка И знанием Крокодила И лягушки Сочной травки У забора Главный он У светофора И не спелый мандарин Не оранжевый А green Либо дети вспоминают Либо мы их просим вспомнить И у нас специально Дается картинка Для дорисовки Для докрашивания Видите У нас мандарины Где штрихами намечено У нас гусеница Зеленого цвета И здесь мы заодно Показываем Горем А что еще зеленого цвета На этой картинке Вот у нас и крокодил Который корзинку укропа несет Да И лягушка И светофор И сам разворот В зеленых тонах Оформлен И так далее То есть мы как раз Смотрим на эти моменты Это Вот Ольга Пушко пишет Я сама им аналогичные стихи На все цвета сочиняла И не только на цвета На стихах На стихах Очень хорошо учит Конечно То есть эта книга У нее есть развивающий Развивающий момент И в то же время Дети запоминают слова Опять же Это не курс Это просто дополнительные книги По которым можно заниматься А вот еще Какие развивающие задания бывают Например Слово мячик Дети изучают Я прочитаю для вас Потому что я знаю Что не всем видно Четко Тут от разрешения экрана зависит Я прочитаю вам И стихотворение И загадку И посмотрим на задание Целый день с мячом играю Задание Найди подходящие мячи Для каждой игры И посмотрите Дети учатся видеть разницу Между футбольным Волейбольным И баскетбольным мячом Правда же После этого Вот сама система Как выстроена Например У нас стихи и загадки Об игрушках И посмотрите Дети учатся Соединять карточку Со словом Но еще раз подчеркну Мы сейчас с вами Будем говорить Эта книга называется Стихи и загадки Об игрушках То что вы сейчас видели Слова сложные Но мы детей Не учим словам Английским Футбол Баскетбол Они все равно Их по-русски знают Правда же Мы им только слово Бол даем Пока еще Вот посмотрите Дети учатся С этим работать У детей Есть также аппликации Но в каждой книжке Есть еще и карточки Которые можно показывать В то время Когда вы со стихи Пока читаете И к ним есть еще Подписанные слова Мы говорим детям А давай-ка Поучимся писать Подбери их карточки Нужное слово Подтащи к ней И это все вырезается То есть Как я говорил Книжка уже Полным комплектом идет Вот Дарья пишет Они созвучны с русским Действительно Они созвучны Точнее русские слова Созвучны с английским Правда Но другие слова Мы видели цвета С вами Как слово green Вводится Оно с русским Рифмуется Но не идентично Совершенно Хотя бы потому Что долгота звука Разная Но все равно Дети так запоминают Легче А помните Мы с вами говорили В начале вебинара Дети в этом возрасте Хорошо имитируют Произношение И интонацию Поэтому стихи Вот эти позволяют Им помочь В этом плане И плюс задания На аппликации Есть Например Кошка Сделай аппликацию Это стихия Загадки о животных Стихия Загадки о птицах Дети делают Павлина Я недавно вырезал Тоже попробовал Сделать Проверить Как это работает С детьми Сделал вот такую Вот игрушку Видите Это кит С фонтанчиком Воды Это аппликация По выкройке Точно так же Делается Это из книги Стихии Загадки о подводных Жителях Если вы хотите Я готов прикрепить Сегодня после вебинара Одну страничку С аппликацией Из какой-нибудь Книг Юлии Геннадьевны Курбановой На форуме выложить На EnglishTeachers.ru Если хотите Можете скачать И попробовать С вашими детьми Нужно это? Если нужно Я так сделаю Хотим Хорошо Дарья Алексеевна Специально для вас Выложу и для остальных Коллег Вот Александра пишет И так далее Пойдемте дальше Мы с вами Про чтение Уже задавался вопрос Уже шло обсуждение В чате А надо ли детей Учить читать А с какого возраста А нужна ли нам Транскрипция И так далее Мы пошли Следующим путем В наших книгах Ведь есть два метода Есть метод чтения Целым словом И метод звукобуквенных соответствий Из-за того Что так много В английском языке Исключений Мы решили Что не будем Пока сейчас Давать детям Метод звукобуквенных соответствий До школы дорастут Начнут учиться Правда же? А что можно сделать? Есть еще один метод чтения Это чтение Целым словом Он идет без анализа букв То есть Ребенок не учится Что слово B Буква B Читается как B А буква A Перед двумя L Дает звук O Да? Бол Ребенок этого не делает Он просто слово Воспринимает Как целостную картинку Как единое целое По силуэту Точно так же Как он на картинке Мячик от коровы Например Отличит Точно так же Он Бол и Кау Отличит Потому что у них силуэты разные Какие задания Помогают обучать детей? Такие Соотнеси слово с картинкой Вы видели пример Таких заданий Соотнеси слово С его силуэтом Вы сами можете сделать Нарисовать силуэт слова А где-то рядом Слово Просить детей найти Так несколько слов Какие слова К чему относятся Обведи слово По контуру Обведи буквы Пальчиком Это все Помогает потихонечку Готовить детей К дальнейшему чтению Конечно У них будет запас Небольшой слов Который они смогут Таким образом Прочитать Но это работает У нас например Есть целый курс Для начальной школы Милли Где обучение построено Сначала методом Целого слова А потом Переходит к звукобуквенным Соответствиям И получается Что держит Очень высокий темп Дети много слов Запоминают и читают То есть вот таким образом Постепенная подготовка К чтению Работает И действительно Они эти слова узнают А вот Борис Иванович Замечательно комментирует Знание таких слов Помогает объяснить Многообразие мира И языков Так как они заимствуют А ну это про Футбол, волейбол и так далее То есть на самом деле Действительно Книжки писались так Чтобы у них был хороший потенциал И учитель Или просто грамотные взрослые Он может детям Очень много рассказать И для воспитания И для развития детей И так далее Грамматика Как нам быть Помните Мы с вами говорили Что когда дети У детей с 4 лет Начинают все более Грамматически правильные Высказывания строиться Но как быть с детьми младше Им же тоже надо учиться Говорить целыми Не только двусложными фразами Но и краткими предложениями Правда Получается Вот кстати комментарий про чтение У меня по всему кабинет Надписи на полках С игрушками Демонстрационным материалом Family, forest, fun, transport И так далее Читают Да Они у вас целым словом читают Оксана Олеговна пишет Эмили 200 слов Изучается в началке А у биболитовой 100 Нет коллеги Гораздо больше слов Если вы посчитаете Я точно вам могу сказать Дело в том Что по стандарту В начальной школе Дети должны запомнить Это и активный И пассивный минимум 500 слов Лексических единиц У биболитовой Около 600 получается Дается Но здесь включаются И артикли И предлоги И прочее У мили тоже получается Там 520 530 По-моему Я не помню точную цифру Но чуть больше 500 То есть Это на самом деле есть Просто есть пассивная лексика еще В словаре Только активная лексика Дается у нас И так далее Вот Коллега комментирует Этот метод Надо объяснить еще и родителям Они просят транскрипцию Вы знаете Родители разные бывают Действительно Есть такие Которые требуют транскрипцию Есть родители Которые говорят Ой не надо транскрипцию Мы ее не понимаем Но вы знаете У родителей Обычно аргумент Очень простой А нас не так учили Говорят родители Сейчас я вам расскажу Как с родителями Вот некоторые родители После первого занятия Требуют Чтобы ребенок читал И говорил Знаете Очень легко С такими родителями Справляться Я сейчас поделюсь своим опытом Работает безотказно Когда ко мне приходит Родитель и говорит А почему вы моего ребенка Вот так учите А меня не так учили Я обычно Делаю так Я говорю Ну и как Вы сейчас хорошо говорите По-английски И все И как правило И этого родителям хватает У них претензии Довольно быстро снимаются Потому что все-таки Если они к вам Обратились как к профессионалам То не надо профессионалов Учить их собственному делу Вы же повару не говорите Что не кладите сюда паприку Положите перец чили Он и сам сообразит Так что коллеги Возьмите этот способ И это действительно Прекрасно работает Потому что это помогает Родителям понять Вообще знаете Заданный вовремя вопрос Очень хорошо снимает Много других Последующих вопросов Но возвращаясь к грамматике Все-таки Вот как же быть Дети еще маленькие Грамматику мы им Сознательно не даем Мы им не объясняем Подлежащие сказуемой И прочие вещи А фразы-то надо строить Большие Вот вам пример Из моей книжки Времена года Как она работает Посмотрите Мы говорим детям У нас два слова Которые надо активно запомнить Winter и Cold Как основное качество зимы Правда? Ну посмотрите Как мы делаем Мы даем детям фразы Но сейчас вам Напомню слова Которые вы наверняка Помните Из стилистического Анализа в университете Синтаксический параллелизм Когда синтаксически Предложения построены Одинаково Посмотрите Это позволяет Сфокусировать внимание Детей именно на лексике На лексике На смысле слов Не обращая внимания Не отвлекаясь Точнее От основной задачи На грамматику На анализ Посмотрите It is winter It is cold И мы видим Что холодно У нас Видите Термометр внизу Весь в шапке Шарфики The snow is white Можно все тут же показать I like to play in winter Вот у нас и снеговик И прочее I like to make snowballs I like winter Вот такие простые фразы То есть ребенок Для того чтобы эту фразу сказать Он ее запоминает Как образец После повтора Посмотрите It is winter It is cold Два раза повторяется The snow is white Вот единственное Что вместо it Мы ее заменили Три раза I like to play in winter I like to make snowballs I like winter Вот это I like I like I like Все время идет То есть довольно простые вещи Вот Александр Бережная спрашивает Нужно давать только конструкции На запоминание Вы знаете Здесь даже от детей Не требуется запоминать наизусть Они просто слышат эти фразы Они их запоминают сами хорошо У них легко работать Вот Анна Квальчу говорит Дети скажут I like to winter Могут попытаться сказать Но здесь их можно поправить Причем жестами I like to play in winter I like to make snowballs I like winter То есть нам здесь помогает многое Мы сейчас посмотрим на эти моменты После этого дети прописывают слова Опять помните У нас задача Чтобы они в контур пока попадали И рука от движения Помогали запоминать эти слова Cold и winter И мы обратили внимание на термометр и прочее А в конце этой книги У нас есть картинки Поговорили про зиму Опять целым словом Вот я верну сейчас Посмотрите Ведь слово главное Как написано На белой плашке Четким очень шрифтом Крупно Так что дети его силуэт Могут запомнить Поэтому здесь они нашли его Соединили с карточкой Где зима А карточка специально не докрашена То есть дети могут ее пораскрашивать А потом у нас идет Еще одна страничка Где тренируется Именно сочетание Фразы вот эти вот Посмотрите To collect flowers To eat apples To play snowballs To swim in the river Они все даются И дети откликаются Кто-то спрашивает Насколько занятий Примерно рассчитан учебник Вы знаете Если брать Вот эти маленькие пособия То каждое пособие Получается на 10 занятий Плюс 11 Может быть Тренировочное Еще дополнительно Потому что там есть Карточки Игры и так далее Учитывая Что оно стоит 55 рублей У вас получается Стоимость каждого занятия Если посчитать В 5 рублей Обходится 5 рублей 50 копеек У Юлии Геннадьевны Курбановой Та же картина 10 лексических единиц 10 занятий отдельных Со всеми этими материалами Там в 5 рублей Занятия Обходится И так далее Пойдемте дальше А вот новая книга Как я уже говорил Детям важно В значимый контекст Вписать новую лексику Если лексика Дается без контекста Ребенка ее плохо Воспринимает А вот контекст У книги Есть сюжет Обязательно Посмотрите Пожалуйста Книга называется Face and Body Она у нас выйдет в августе К сентябрю будет Я думаю Что стоит Она будет тоже Такого же порядка Когда я писал эту книгу Я ставил перед собой Следующую задачу Показать детям Во-первых Дать им название Частей лица И частей тела Позвольте им узнать Во-вторых Показать детям Что и у человека И у животных Эти части тела Называются точно так же И посмотрите пожалуйста Вот первый разворот У нас сюжет задается Мы только слово Wash узнаем Мама утром своим детям Мальчику и девочке Говорит Please wash yourselves Показывает на ванную Комнату Отправляет их туда И слово Wash у нас самое главное Потом Дети как часто делают Дети собрали свои игрушки Решили поиграть Собрали игрушки И говорят Please wash yourselves У нас слово Please Обратили внимание А потом У нас идут абсолютно Те же самые Параллельные конструкции Посмотрите Вот мы про ушки Узнаем С детьми Как они по-английски Ears Девочка говорит слоненку И сама показывает Elephant Wash your ears Please И мы видим И девочка у себя Ушки моет Видите Прям брызги летят И слоненок тоже Ушки моет И вот оно у нас Слово Is Да Cheeks Hamster Wash your cheeks Please И хомячок у нас Щеки моет Причем мы специально Выбирали животных Так чтобы наиболее Признаки были такие Вот Елена комментирует Очень добрые Приятные иллюстрации Вы знаете Да На самом деле Такие картинки Художники нарисовали Что я не одержался Сказал Говорю Зверушки настолько интересны Что их рассматривать Приятнее чем детей Даже То есть внимание туда уходит Ты очень четко понимаешь Что они моют И так далее И прочее И затем Когда все прошли У нас идет картинка На споставлении После каждого слова Можно к этой картинке Обращаться Мальчик держит Вымытую мышку В руках Правда И нам надо найти Например Узнали слово Cheeks Мы показываем У мальчика Cheeks Соединяем И у мышки Тут одну щечку Видно Но все равно Показываем И тут и тут есть То есть мы еще раз Позволяем детям сравнить Что и у животного И у человека Части тела Абсолютно одинаково Называются Но есть ведь Такие вещи Как tail Он специально показан У человека Тейл нету Есть pose И это только К мышке Мы на примере Собачки показываем В книжке А у ребенка Legs Правильно У ребенка Feet И так далее То есть мы детей Учим различать И в конце у нас Пазл Мама очень довольна Обнимает чисто Вымытых Умытых детей И кругом Тоже очень довольны Игрушки Вот такая вот Картинка получается Пойдемте дальше Уже пишут Вообще классные пособия Happy end Да действительно То есть сюжет простой Он детям понятен Потому что ведь дети Тоже любят купаться Там с уточками С игрушками С какими-то книжками Специально сейчас Для самых маленьких Выпускаются на пластике Которые можно В ванну с собой взять Здесь сюжет тот же самый Он понятный детям Он жизненный Мы повторяем Название животных А те кто не знают Они может быть И узнают Каких-то животных Но основное внимание На частях тела Правда же Почему во множественном числе Но во множественном числе Вот почему Потому что Мы же не говорим Вымы одно ухо Вымы один глаз Правда Получается Поэтому там Где множественное число Там hands Их же две Teeth Зубов же несколько У кого-то больше У кого-то меньше Правда А вот то что в единственном числе То в единственном числе Дается То есть мы Не обращаем внимания Детей пока На признак числа Хотя если хотите Вы можете сказать об этом Пожалуйста Если ваш ребенок вас примет Почему бы и нет Но эта книжка для детей От трех лет начиная Вот Возможно ли Использовать эти пособия Во внеурочке В первом классе Спрашивает Татьяна Николаевна Вы знаете Мне кажется Что можно Более того Я когда показывал Эти книги на семинарах В разных регионах Учителям Они мне говорили А что вы говорите Что это только для дошкольных У нас такие дети Есть отстающие Что мы во втором классе Можем взять Для тех Кто послабее И во внеурочки Тоже вполне нормально Работает Наверное Работало бы Как можно материал закреплять Разными путями В наших книгах Происходит через игры Через моторику Обязательно И примеры моторики Вы видели Через задание На развитие мышления Вы тоже примеры видели Через высокую повторяемость Материала Вы видите Как повторяется он И грамматические конструкции И слова Одни и те же Постоянно мы к ним возвращаемся И сделали в таком виде И посмотрели на картинки И в мобильном приложении С помощью мобильных приложений Я покажу примеры Кстати Мобильные приложения Бесплатные Вы их можете скачать Хоть сегодня Установить себе И таким образом Задание становится Не только интересно Но и полезно Для ребенка Развитие происходит А взрослые могут Помогать детям Потому что в каждой книге Есть методические рекомендации Посмотрите Видно Она начинается С подробного описания Вот целая страничка Методических рекомендаций Это я вам показал Книгу с мобильным приложением Вот методические рекомендации В книгах Стихи и загадки Юлии Геннадьевны Курбановой Тоже можно использовать А в книгах Курса 12 шагов К английскому языку Не просто методические рекомендации А целая книга Для воспитателя И родителей Где написано Прямо по шагам Как занятия проводить Что сказать Какой материал используется Все скрипты есть И так далее То есть Это можно использовать То есть Вы уже получаете Полностью все Но отдельную книгу Для учителя Нет смысла выпускать Правда Ребенку эта страничка Не мешает А вам вполне пригодится И так Давайте посмотрим на примеры Давайте сделаем так Я вам сейчас покажу Одно занятие Из книги 12 шагов К английскому языку Это из первой самой книги А потом покажу Видео фрагмент Реального занятия В детском саду Как по этой книге Занимались А мне от вас Что интересно было бы Посмотрите пожалуйста Вот у нас уже Приветствуют Спрашивают Добрый вечер Когда будет доступен код В конце вебинара Вебинар еще минут через Я думаю что минут 10 У нас Максимум Спрашивают Должна быть система Сколько всего таких книжек Вы знаете да У нас запланирован выпуск Немаленького количества Таких пособий Систему вы уже видели Принципы Одни и те же Заложены в книге Книги мы делали так Чтобы они не сильно Были связаны между собой То есть можно Не обязательно было так Вот если вы эту книгу Не возьмете То к следующей Переходить нельзя Они более-менее независимы Но в то же время Посмотрите У нас например Сделано так вот Про тех же животных Если вы идете Например начиная по книгам Стихи и загадки Вы стихи и загадки О животных почитали Потом можете переходить Дальше на английский язык Взяли книгу Фейсон Боря Там части тела Ну и название животных У нас есть Дальше у нас Есть моя книжка Что говорят животные What do animals say Там только название животных Либо вы можете После книги Стихи и загадки Взять Либо с нее Начать вообще И затем Фейсон Боря То есть посмотрите Тема животных К ней добавилось Умывание части тела Затем берете книгу I can Там продолжаются Повседневные действия Эта книга Кстати у меня лежит Вот здесь И так далее Более того Вы эти книги Можете использовать В качестве дополнения Например К курсу 12 шагов К английскому языку И вы сейчас увидите Эти вещи Что включает Мобильное приложение А сейчас скажу И где скачать И что включает И вы это можете Все сделать На сколько уровней Курс 12 шагов К английскому языку Это курс из 12 книг Точнее даже 12 комплектов Я бы сказал Потому что книга С аудиодиском идет И каждая стоит 138 рублей Для детей От 4 до 6 лет То есть на каждый год По 4 книги Получается По книге на четверть Мои книги От 3 до 5 И Юлия Геннадьевна Курбанова Из-за того Что некоторые учителя Говорили Что стихи На русском языке Могут быть Кому-то сложновато Там мы написали От 4 до 6 На самом деле Можно я думаю Что и раньше брать У меня Я подарил Книги Стихи и загадки Подарил Для Подарил Жене одного друга Я крестный Двух его дочерей У него трое детей Всего Вот у них Средний сын Сыну 2,5 года И мне мама Рассказывает Она говорит Прочитала Эту книжку Стихотворение Начали с Индюка Прочитали Ребенок Ребенок В 2,5 года Конечно Загадку Он не смог Произнести ответ Но он внимательно Послушал Картинку Посмотрел Потом Говорит Весь вечер Бегал по квартире Кричал Терки Терки Ему очень Слово понравилось Запомнил Потом Я говорит На следующий день Книжку открыла Дала ему Говорю Покажи Влад Где здесь Церковь Он говорит Отлистал Показал Пальцем Тут же Нашел То есть Ребенок Запомнил Правда же То есть Это действительно Книги тут системно Ольга Гончарова Пишет У нас Практикуется Стыковка Тем по английскому Тем по развитию Речи на русском языке То есть Программы Дошкольных учреждений Все темы Которые В книге Заложены Они как раз Основаны На требованиях К тематике Они основаны На требованиях В ГОС Темы оттуда взяты Более того До того Как начинать Создавать эти книги Я изучил требования Международные Единоевропейскую шкалу И ряд Нормативов Разных стран И европейских И США И так далее Поэтому книги Отражают Общие международные требования Помимо в ГОСовских Наших Они чуть более Широко Здесь даются Они добавляют Еще и международные Требования И так далее Итак Давайте вернемся К занятию Как я уже говорил В самой книге У нас есть Помимо карточек Еще книга Для учителей И воспитателей И родителей Той книг Для воспитателей И родителей Вот давайте Я вам прочитаю Что нам требуется делать Итак У нас название раздела Это второй раздел Здоровые привычки Healthy Lifestyle Занятие называется Утренняя зарядка Что рекомендуют авторы Первое задание Называется Посмотри Послушай Повтори Введение в тему Скажите детям Как называть зверей По-английски Попросите их Повторить за вами It's a fox It's a hare It's a monkey То есть назвали А затем у нас идет рассказ Рассказ можно давать На русском языке Он на русском языке Дается Либо вы посмотрите Фрагмент занятий Где детям пытаются По-английски все давать Зачем русский язык Затем что он создает Для детей Значимый контекст Постепенно Русский язык Его можно меньше давать Здесь каждый Как предпочитает А вот кстати Нурзеля комментирует Моя дочь Тоже с интересом Слушает Рассматривает ваши книги У нас И времена года Замечательно Итак Рассказ Во время чтения рассказа Автор рекомендует Особое внимание Уделить командам Up and Down И словосочетанию Morning Exercises А после прослушания Попросить детей Рассказать о том Какие упражнения Они делают в утренней зарядке Какие из этих упражнений Выполняются движением Вниз Down А какие движения Вверх Up Итак Сама история Вот она у нас В Англии Все дети делают Утреннюю зарядку Morning Exercises И очень любят Разные упражнения Сандра больше всего Любит прыгать Через скакалку А еще она любит Наклоняться в разные стороны И кувыркаться на коврике Александру нравится Поднимать руки вверх И опускать вниз Приседать И отжиматься Руками от пола Он выполняет Команды своей сестры Up И Алекс Тянет руки вверх Даже встав на носочки Down И Алекс Садится на корточки Дети хотят быть Дети хотят быть Сильными и здоровыми Они делают зарядку Каждое утро И никогда не болеют А какие упражнения Утренней зарядки Вы знаете То есть посмотрите Что у нас получается С детьми сделали Рассказали им про зарядку Объяснили Почему зарядка нужна И так далее Да? А потом у нас идет Это отработка Рифмовка Когда дети слышат Фразы Up and down Up and down I'm a clown I'm a clown Down and up Down and up Sit down Stand up Дети услышали эти фразы И затем идет задание Выполни задание И скажи Do and say То есть посмотрите После этого задания После рифмовки И для рифмовок У нас есть вырезные фигурки С которыми дети могут поиграть Потом игровое задание В этой игре Есть тренер и дети Для этого нужно И детям и тренеру Запомнить две команд То есть дети Меняются ролями здесь Up Нужно встать на носочки И вытянуть руки вверх И наклонить А down Нужно присесть на корочки И наклонить голову Как можно ниже То есть тут у нас еще Особенно для гиперактивных детей Это важно Они с себя немножко сбросят Напряжение Уже подвигались После того Как мы это сделали У нас идет отработка В комиксе Посмотри Послушай Look and listen И у нас история Про то что у нас есть Чарли собака И Китти Кошка Они тоже играют в тренера Китти дает команду Сначала Чарли дает команду Китти Up Down Up Down Кошка встается и встает А затем Китти дает Чарли команду Get up Sit down И посмотрите Сначала внимание детей Только на словах Up and down Фокусируется А потом именно на сочетаниях Get up Sit down Get up Sit down Чарли так увлекся Что упал Oh А Китти ему помогают встать Charlie Get up А Чарли ее благодарит Thank you Вот такие вот вещи После этого Для киноэстетиков Раскрасть и назови Color and name Дети раскрашивают картинку С обезьянкой Которая Up Прыгает вверх А затем идет задание С карточками Поиграй в игру И мы сейчас с вами Посмотрим видео Фрагмент записи Задание с карточками Такое Мы смотрим на карточки Показываем детям Здесь как раз Up, down И так далее И затем мы их раскладываем В разных местах По классу И повторяем название Животных И детей просим Bring me a fox Bring me a fox Ребенок бежит Ищет, приносит Потом, когда дети Собрали все карточки Мы эти карточки Лицевой стороной Вниз кладем на стол И играем в прятки Мы говорим Наши герои спрятались Давайте-ка мы их найдем Where is the fox? Кто найдет первый? Дети ищут лисичку Where is the wolf? Мы таким образом Готовимся к следующему занятию Потому что там потом С этими персонажами Будут целые истории То есть довольно все Вот эти вот вещи простые Давайте-ка мы с вами посмотрим Фрагмент видеозаписи Занятия Как в одном детском саду Вводят лексику Сейчас начнет видео грузиться Поэтому я пока рассказываю Вы увидите Перед вами сейчас должен Синий экран появиться Как только появится Вы мне напишите Потому что подгружается С разной скоростью Зависит от того Как у вас интернет работает Итак Вы увидите Как вводят материал Вот этот преподаватель Там есть свои Очень хороший момент В том как она вводят Есть какие-то моменты Где дети отвлекаются И вы увидите В одном месте Что девочка одна Ей даже когда перевели слово То есть преподаватель говорит Мила ты не поняла Это слово вот что означает Девочка прекрасно поняла Просто ей не очень хочется Это делать Бывают и такие моменты Но дети это дети Вы сами понимаете Итак коллеги Давайте мы посмотрим С вами видеозапись Вот кто-то пишет Тамара Викторовна пишет Пока еще что нет Екатерина пишет Что нет пока Экрана нет сигнала Экран черный Но черный ничего страшного Подгружается Сейчас появится Кто-то пишет Нет Нет ничего Но сейчас мы подождем Минуточку Ага Вот погрузилась Уже у других людей Итак Коллеги Если вы не сможете Увидеть сейчас Не все У вас поздновато Может начаться Я подожду обязательно Просто чуть позже У вас начнет Значит проигрываться Обязательно подождем Видеозапись Вебинара ведется Вы сможете его Видеозапись посмотреть Итак Давайте мы с вами Начнем смотреть У меня к вам Будет просьба такая Посмотрите пожалуйста На этот видео урок И скажите А как бы вы Провели Ввод вот этого материала Если бы вам нужно было Это задание провести Проработать Хорошо То есть давайте мы с вами Вместе подумаем Мне очень интересно Посмотреть разный опыт И опыт тех Кто давно работает И опыт тех Кто только начинает И мнение тех Кто пока еще Не работал с детьми Или работает только С своими собственными детьми Ну что ж Мы запускаем видео Я надеюсь Что у вас появится сейчас Стартуем тогда Это клон Это клон Милаш Курьяна 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 Это клон С społec Он имеет Редку Красного Позовешие мне Нос Где ваша Нос Позовешие Нос Кокушно Девьми Милаш Я Схе Гдам Нос Милаш Где твоя Нос Мила Жди Нос Девьми Девьми Да Девь Где твои нервы? Полин? Нервы? Нервы? Классы? Классы? Классы с большими нервами. И классы очень, очень смешно. Окей? Класса говорит, что-то. Окей? Я покажу вам классу. Сидите. Сидите. Up, 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 up Run. Down. Клайituation. Вилаш, can you sit down? Дау, ты не понимаешь. Down, вниз. Down, вниз. Down and up. OK. Вилаш, down. Down and up. Sit down. Стоять! Теперь, можно ли вы это быстро? Можно ли вы это быстро? Нет? Да! Я могу это сделать? Можете ли вы это быстро? Да? Да! Да! Стоять! Стоять! Уп! 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 Итак, коллеги, я сейчас, у меня уже видео закончилось, но у кого-то, может быть, оно идет. Но, тем не менее, посмотрите, ситуация какая у нас получается. Видите, уже комментарии. Кто-то пишет, кому-то нравится все. Кто-то говорит с родным языком, может быть, проще было бы. Потом видели, например, девочка, которая все прекрасно поняла. Она сначала стояла, вот неинтересно ей было. А под конец она начала сама с удовольствием и садиться, и вставать, даже подпрыгивать. И зааплодировали, и прочее. Вот Людмила Чува пишет, мне кажется, дети должны попробовать повторять. Анна Ковальчук говорит, мне кажется, немного скучно от того, что они не понимают, что от них хотят. И так далее. Какое же нужно терпение иметь адское, да? И так далее. То есть, посмотрите, как интересно. Вот даже из ваших комментариев и ваших мнений уже становится понятным, как бы вы построили это занятие. И вполне возможно, что именно так оно у вас и сработало бы гораздо лучше. Потому что вы сами знаете, когда учителю удобно, то тогда и работает. Вот у кого-то только появилась Татьяна Миронова, а я уже здесь перебиваю голосом. Ну ладно, коллеги, давайте сделаем здорово. Вот Мадина комментирует, ноги подкачала заодно. Ну на самом деле, да, не только детям физкульт-минутка нужна, правда? Вот, Лариса, а детям не кажется, что клоун и наус одно и то же. А вот тоже хороший момент. Мальчик сразу сказал, это клоун, да? А детей когда... А преподаватель проверила. Дети слова наус-то не поняли. Она говорит, понятите наус? Покажи на свой нос. И проверила. И так далее. То есть, вот такие вот моменты. То есть, что-то более удачно, что-то вы бы сделали по-другому бы. И оно бы у вас по-другому пошло бы. Но это хорошо. Итак, мы закрываем вкладку видео на случай. Если у кого-то недосмотрели, коллеги, видеозапись выложим. Там все нормально будет. Но вот видите, как занятие проводится. То есть, посмотрите. Работает и с родным языком, и с использованием в основном иностранного. Можно... У вас видео пропало, потому что нам пришлось эту вкладку закрыть. Но вы его целиком можете посмотреть на видеозаписи вебинара. Вот действительно, Мария, проще комментирует. Мальчик понял, а девочки просто стали за ним повторять. Да, и такое бывает. У нас ведь в любом классе бывает ученик, который быстрее схватывает, а остальные делают по образцу. Ну, так далее. Должна быть хорошая предварительная подготовка со словами для такого урока. Тоже важный вариант. Кто-то пишет, не думай, что остальные не поняли. Поняли, скорее всего, но по-разному проявляется. Видите, вот там одна девочка стояла и стояла, а под конец вошла во вкус. И давай и приседать, и подпрыгивать, и довольная стала. И прочее. То есть, разный опыт, но тем не менее, он говорит все равно о том, что работать вполне можно. Вот книга для воспитателей и родителей, как все это выглядит. Ну и, как я уже говорил, то есть, вот такой курс, который рассчитан целенаправленно, систематично на развитие детей от 4 до 6 лет. То есть, параллельное развитие детей и обучение их английскому языку. Сколько все в этой книг, в этой серии спрашивают? В курсе 12 шагов к английскому языку, 12 книг. Книги «Стихи и загадки» 5. Книги «Развивашки» 5 штук. Книг с мобильными приложениями «Моих» вышло 5. Ой, прошу прощения, 7 вышло. Еще 2 сейчас уходят в типографию. Но всего их будет до конца года, всего 15 книг у нас дополнительных вот этих выйдут. То есть, вполне уже можно работать. И дальше у нас есть планы на выпуск книг для обучения дошкольников и развитию дальше, и дальше, и дальше. Итого, сколько вы спрашиваете, к ноябрю будет 30 всего. К декабрю, к первому января будет около 40 книг и так далее. Можно полный список на сайте разместить. А вы знаете, из того, что уже вышло, вы уже можете в интернет-магазине это найти. Я вам сейчас еще разок дам этот список. Еще бы диск с песнями и фонограммами. К тексту, вернее, к пособиям «12 шагов к английскому языку» диски прилагаются. А ко всем этим книгам, вот тут песен нет, но аудиозаписи стихов можно скачать, сканировав QR-код. Точно так же аудиозаписи всех текстов книг с мобильными приложениями и сами приложения тоже можно скачать, сканировав QR-код. К курсу «12 шагов к английскому языку», как Радислав Петрович пишет, есть еще и специально созданные сказки, которые тоже там записаны. И, как я уже говорил, мобильные приложения тоже могут вам помочь. Посмотрите, вы их можете скачать на сайте englishteachers.ru, либо сканировав мобильным устройством QR-коды на книгах. Как сделать это на сайте и зачем они нужны? Мобильные приложения — это обучающие игры. И для Android есть, и для Apple. Они представляют из себя дополнительное средство повторения изученной лексики. Это самостоятельные короткие игры. Есть возможность поиграть на занятии, например, у ребенка сотовый телефон? Пожалуйста. Если нет, лучше сделайте так. Скажите родителям, дорогие родители, вот по книге и по аудиозаписи я занимаюсь на занятиях, а вы загрузите в ваш ли телефон или в телефон ребенка мобильную игру обучающую и помогите ребенку. Вы пошли в магазин, ваш ребенок ждет, ему скучно. Дайте ему в руки, пусть он несколько минут поиграет. Какая польза для английского языка и так далее будет. То есть вот такие моменты. Обратите, пожалуйста, внимание, в этих мобильных приложениях очень важное оформление, потому что нельзя перегружать ребенка. Ни в коем случае. Поэтому изображения крупные. Мелких элементов там нет. Интенсивность света тоже подобрана очень четко. Порядок предъявления закрепления материала вариативен. То есть лексика, например, книгам «12 шагов к английскому языку» к каждому разделу есть мобильное приложение. Вы этот раздел прошли, запускаете лексику, а она предъявляется в новом порядке каждый раз, когда вы запускаете. То есть это все осознанно делается. И отработка точно так же. И игра состоит из трех этапов. Первый этап – предъявление материала, когда на экране появляется анимированная картинка и звучит английское слово. Второй этап – отработка понимания слова на слух. На экране вы видите четыре картинки, звучит слово, и надо выбрать изображение названного предмета. И третий этап точно так же. Это уже чтение целым словом. На экране четыре картинки, написано слово внизу, оно не звучит, прошу прощения, написка здесь у меня в презентации. Надо выбрать изображение предмета, название которого написано. Я вам сейчас покажу на картинках. Поэтому приложение можно в свободное время или после занятий, или во время использовать. Как скачать? У меня спрашивают, развивашки вышли? Развивашки выходят к сентябрю, в августе уже. Мы их отправляем только на этой неделе в типографию. Вот кто-то пишет, да к ЕГЭ поэтапно подготовимся. Вы знаете, ну в принципе форматы общеизвестных тестов, конечно же. Но это то, что реально работает. Итак, посмотрите, как найти. На сайте EnglishTeachers.ru заходите на вкладочку Mobile Apps. И перед вами полный список мобильных приложений. Не только для малышей, но и для детей постарше, и даже для взрослых. Выбираете, например, что вам нужно для андроида. Кликайте на эту ссылку. И перед вами появляется вот такая страничка уже в Play Market. Это приложение, которое создала компания Обязательно Компьютерной Технологии к книгам. И эти приложения находятся на Play Market. Вы выбираете, какие хотите загрузить. Хоть все, они небольшие по размеру, ваш телефон, они не затормозят и память не забьют. Выбираете вот так, например, «Установить». И появляется информация о том, что приложение будет установлено. И они на ваше устройство автоматически скачиваются. Либо другой способ. Заходите на EnglishTeachers.ru. С мобильного устройства кликайте на нужное приложение. И система вас отправляет сама в Play Market. Как они выглядят? Вот это стартовый экран. Видите, деталей немного. Жмете кнопочку «Старт». И у вас появляется меню, из которого вы можете выбирать. Первый этап. Картинка анимированная. То есть, если эта машинка у нее колеса крутятся, она движется. Самолет тоже летит и так далее. Можете пролистывать поезд. Затем, когда вы изучили, первый этап начинается отработки. Вот такие четыре картинки и изображение динамика. Жмете на динамик, слышите, как слово называется. Выбрали правильно. Если правильно выбрали, у вас звездочка раскрасится. Если неправильно, то картинка оживет. Если неправильно, картинка покачается со стороны в сторону, раздаться скрип, как от несмазанной двери. Итак, если выбрали правильно, то у нас звездочки оживают. Как только все звездочки закрылись, ребенок видит, сколько он уже сделал, И сколько осталось впереди Появляется бонус, могут шарики лететь, может ракета стартовать и так далее А это на подпись Вот у нас подписан train Опять ребенок может выбрать, если он смог прочитать Либо он просто перебирает все картинки до тех пор, пока у него не выберется правильно Таким образом еще раз видит, как слово пишется и это слово Когда выбрали все, тоже появляется небольшой бонус, когда сделали правильно Я вам хотел прочитать пару отзывов о книгах Потому что мы с вами видели отзывы от тех, кто уже ими пользуется Вопрос от Елены Николаев Как потом эти развитые дети сядут в начальной школе с обычным, не прошедшим обучением дошкольного возраста Как их всех обучать? Вы знаете, если у детей заложены основы языка, то они вполне смогут и дальше развиваться У нас, например, ко всем учебникам, которые титул выпускают, есть обучающие компьютерные программы Поэтому дети спокойно могут заниматься с обучающими программами Тогда как дети остальные занимаются основами языка Вот Айлен пишет, сама играла класс Вот это отзывы тех, кто испробовал Я вам хотел прочитать отрывки из рецензии Потому что прежде чем печатать книги Мы консультируемся со специалистами кафедры раннего обучения английскому языку Это кафедра при институте детства РПГУ имени Герцена в Петербурге И у нас не зря стоит значок, одобренный институтом детства Если вы занимаетесь проблемами раннего обучения иностранным языкам Вы, вполне возможно, либо видели учебные пособия и учебники, которые написала Ирина Владимировна Вронская Либо вы ее книги по методике, учебники по методике читали Ирина Владимировна выступает одним из рецензентов Я вам прочитаю отрывочек из рецензии Ирины Владимировны на книгу «Стихи и загадки» Одну из книг, что Ирина Владимировна пишет Подобные задания не только способствуют дальнейшему упрочению связи между предметом и новым английским словом Но и обладают значительным развивающим потенциалом Обучая ребенка соотносить целые и части Сопоставлять признаки общей и индивидуальной, присущей данным предметам И на основе их сравнения констатировать черты сходства и различий Выполняя сложные аналитические умственные действия Необходимость координировать движение руки, выполняя задания на дорисовании, раскрашенные и так далее Развивает мелкую моторику кисти и произвольность действий в целом А вот рецензия на одну из моих книг, книгу «Игрушки», книга с мобильными приложениями Здесь отрывочек вот какой Пособие решает задачи, связанные с первичным формированием лексических навыков На основе установления взаимосвязей между зрительным, слуховым и графическим образом слова Пособие способствует формированию и поддержанию интереса ребенка к изучаемому языку, развитию его Красочные иллюстрации в книге наглядно представляют не только развитие сюжета, но и коммуникативную функцию речевого материала А высокая степень его повторяемости от занятия к занятию обеспечивает прочное усвоение новой лексики Мобильные приложения, используемые для данного пособия, усиливают интерактивный характер обучения И способствуют более эффективному обладению столом на раннем этапе Вот такие вещи Но вы действительно пишете, что все зависит от учителя, как организует работу Правда же? А, и это тоже для нас важно Мы видели отзывы специалистов Мы консультирулись с детскими садами, прежде чем книги выпустить, и вносили правки То есть процесс подготовки сложный, многоступенчатый, контроль качества, проверка на практике Тем не менее, нам сейчас очень важно было бы посмотреть, как эти книги работают в реальности в самых разных формах В дошкольных образовательных учреждениях, в центрах развития ребенка, в детских садах, в частных детских садах, в группах и так далее, у репетиторов Поэтому издательство объявило апробацию пособий для дошкольников Для участия в апробации надо зарегистрироваться на портале englishteachers.ru и прислать скан письма заявки в свободной форме на участие в апробации Письмо должно быть подписано руководителем образовательного учреждения и нужна печать В письме мы просим указать название пособия или пособия для апробации, сколько у вас детей в группе и какое количество И название образовательного учреждения и почтовый адрес, потому что на образовательное учреждение будут высылаться пособия Первые 10 человек, те, кто успели, мы объявили апробацию еще в мае, получают бесплатно пособия и для себя, и для группы Следующие 50, и там еще, по-моему, несколько мест осталось, получат для себя пособия бесплатно А для детей на группу можно приобрести пособия со скидкой в 10% от цены в интернет-магазине Цены я уже говорил Одна книга с аудиодиском, с карточками и материалами для учителя Курса «12 шагов к английскому языку» стоит 138 рублей Книги «Стихи и загадки» 50 рублей стоит каждая И книги с мобильным приложением по 55 Развивашки цена будет понятна, когда выйдут, но я думаю, что порядок такой же останется Поскольку та же типография, та же бумага и так далее Итак, можно будет купить со скидкой, а следующие 50 смогут купить со скидкой в 5% от цены в нужном количестве После прохождения каждого раздела пособия, либо в случае вот с такими пособиями, с маленькими всего пособия Нужно будет заполнить онлайн-анкету Анкета будет доступна с 1 сентября Но на самом деле, если вы начинаете с октября работать, ничего страшного, будете по факту просто Потому что нам важно именно реально картину увидеть, как работают эти пособия После окончания апробации мы на адрес образовательного учреждения высылаем сертификат апробатора Для самого педагога-апробатора, а для образовательного учреждения сертификат, который подтверждает, что образовательное учреждение являлось апробационной площадкой для издательства в таком-то учебном году И, естественно, на весь срок участия в апробации апробаторы смогут по желанию, если будет желание, можете рассказывать о том, как апробация идет на сайте englishteachers.ru Можете размещать любую информацию о вашем образовательном учреждении Это обычно руководители любят, потому что это для них бесплатная реклама И вообще, вы знаете, для вас это возможность поделиться вашим опытом Это распространение опыта собственного педагогического на всю Россию Причем этот портал, он же международный появляется, люди приходят из разных стран Поэтому это во всякие рейтинги и так далее доходят Какие вопросы? Что еще? Расскажите, пожалуйста Я прошу прощения, убегает Итак, расскажите, пожалуйста, про апробацию Вышут ли пособие апробаторам и на школу детям? Нужно ли оплатить заранее? Коллеги, ситуация такая Вы присылаете заявки Мы подтверждаем ваши заявки на то, что вы апробаторы теперь Апробаторам мы в августе, в начале августа, высылаем пособие бесплатно На апробатора Экземпляр для учителя Почему только в августе? Потому что сейчас в детских садах может не быть персонала, который пойдет на почту и получит что-то просто Не получилось так, что мы выслали, а посылка вернулась Вы примерно уже, я думаю, в августе определитесь Либо сейчас уже знаете, сколько у вас детей будет в группе Присылайте нам на адрес connectenglishteachers.ru Если уже нужно, готово приобретать со скидкой пособие для группы Присылайте заявку С вами свяжется менеджер магазина И поможет вам оформить этот заказ со скидкой соответствующей Что еще? Я смотрю, вы уже обсуждаете вопросы глобальные Например, Борис Иванович пишет Именно потребность более ранней подготовки к изучению языка в школе И нужно обучать их в детском саду Однако не думайте, что повальное изучение языка в садах Приведет к нивелированию знаний и базы Дети как были разными, так они останутся Абсолютно согласен Так что наличие в классе детей с определенной базой и без базы Проблема не только наша, общая для всех учителей Началки она решается Вы знаете, та же самая проблема будет именно в том плане, что Дети разные приходят У кого-то кругозор большой, у кого-то маленький Кто-то начитный, кто-то вообще книжки в руках не держал Даже на родном языке То есть, как детей не учи, они все равно пока разные остаются Какие еще вопросы? Был вопрос про программу к книгам «Стихи и загадки» Вы знаете, мы программу сейчас такую пока не делали Потому что в каждой книге есть методические рекомендации Если кто-то из вас эту программу разработает Мы с удовольствием ее опубликуем в журнале «Английский язык в школе» И на портале englishteachers.ru С удовольствием будем сделаем Итак, большое спасибо Много полезной информации для думающих и творческих преподавателей Никогда не работала с дошкольниками Но разделяю пишет, сколько по времени должен быть урок Вы знаете, если ребенку 3-4 года То урок нормальный где-то минут 15-20 Если у вас дети смогут больше за счет смены видов деятельности и так далее Может быть на 25, но сложновато, пожалуй Дети постарше, там уже до 30 минут можно добрать Но в принципе среднее число это все-таки 20 минут и так далее Уважаемые коллеги, мы сейчас даем ссылку на сертификат Если у вас есть вопросы, я готов на них и дальше отвечать Просто я понимаю, что у кого-то вопросов нету И вам уже нужно свое получить и идти дальше по своим делам Правда же? Вот уже комментарии Вот Анжел пишет, я изучал 3 языка Английский со 2-го класса, вот его лучше всего и знаю Но знаете, часто так бывает Итак, сейчас перед вами на экране информация Как получить сертификат Вот он код красным Я его буду сейчас несколько раз повторять Кто-то пишет Спасибо, что не даете расслабиться летом Вы знаете, коллеги, главное, чтобы это было не столько напряжением Сколько приятной стряской для себя Вот Екатерина Викторовна пишет Рекомендации по длительности занятий Младшая группа 10-15 минут, средняя группа 15-20, старшая 20-25 И подготовить на 25-30 желательно О следующем семинаре одно слово скажите, пожалуйста Следующий семинар по обучению дошкольников будет в августе Я пока еще выбираю тему для этого семинара Если у вас есть пожелания конкретные, о чем вы хотели бы послушать Напишите с удовольствием их учту На следующей неделе семинар будет посвящен Мы продолжаем серию июльских семинаров Он будет посвящен подготовке детей и взрослых к реальному общению Мы уже начали об этом говорить на прошлой неделе Там мы говорим про школьников и про взрослых Но я думаю, что какие-то вещи вы для дошкольников возьмете В прошлый раз мы говорили о содержании обучения на прошлой неделе Вы можете видеозапись посмотреть того семинара прошедшего А в следующий четверг, если я не ошибаюсь, мы будем с вами говорить о культурных особенностях Об учете культурных реалий О том, как никого не обидеть, как добиться своей коммуникативной цели И в то же время сохранять свои культурные особенности Мы будем говорить, например, и о том, что даже когда люди владеют одним и тем же языком, как родным Например, американцы и англичане Некоторые культурные реалии приводят в замешательство Например, американцев в Британии и британцев в США Поэтому от культурного шока никто не убережен, если не подготовиться заранее Вот об этом мы как раз будем говорить В заявке указано количество учащихся Можно ли увеличить, спрашивает Тамара Викторовна Можно, потому что мы никогда не можем предугадать, сколько детей придет Если у вас группа увеличивается, пожалуйста, вы нам просто сообщайте И с точно такой же скидкой можно будет докупить, конечно же Когда будут вебинары по взрослым? Желательно с грамматикой Но в следующей неделе мы уже и про взрослых будем говорить Если вы хотите, я готов провести вебинар по обучению взрослых в грамматике На примерах электронного учебника английский для взрослых И у нас есть электронное пособие Business English for Young Adults Можем как раз про грамматику поговорить Будет ли стартер кумк happyenglish.ru? Вы знаете, авторы думают над тем, чтобы сделать курс предварительный Пока думаем Я надеюсь, что будет У нас сейчас готовится несколько новых изданий happyenglish.ru Дополнительных материалов Я думаю, что скоро их объявим В том числе и сборник стихов и песен О которых многие очень просят Где можно найти посмотреть вебинар Вебинар от 10 июля Спасибо На форуме englishteachers.ru Есть раздел семинары и вебинары Он в разделе издательства титул находится Там есть отдельно тема видеозаписи вебинаров И отдельно тема презентации с вебинаров Можно там взять и презентацию и посмотреть запись Ну что, что еще? Вебинар по грамматике для взрослых Хорошо Будет вебинар взрослых Грамматики совершенно по-другому приходится учить Не так, как школьников Во-первых, и времени столько нет И мозги по-другому работают И память по-другому Мозги лучше, память похуже Да? Вот как раз поговорим об этом Где код, откуда копировать Еще раз даю код Копируйте отсюда Если что-то вдруг не получается То через другой браузер попробуйте Либо код не копируйте А просто наберите Или не красным цветом Просто красный он здесь Для того, чтобы было заметно Ну что ж, коллеги Есть еще какие-нибудь вопросы? Вот пишут уже Спасибо вам дальнейших творческих находок и наработок Спасибо большое У нас новые книги готовятся Причем очень интересные У нас готовится книга про фрукты Для дошкольников Причем там совершенно необычно будут представлены С анимацией для средней школы И для средней школы То есть кое-что готовится Скоро объявим Часть книг будут для вас некоторые знакомые Но в другом виде Часть книг будет совершенно новая Так что думаю, что появится Ну что ж, спасибо большое, уважаемые коллеги Мы на этом заканчиваем вебинар Если будут какие-то Кто-то пишет супер Аж на работу захотелось Пишет Екатерина Викторовна Коллеги Отдохните Только хорошо отдохнувший учитель Который сыт Хорошо выглядит Выспался Доволен и интересуется своей работой Только он хорошо и будет работать Так что хорошего вам отдыха Вот пишут уже До свидания, встретимся на новом вебинаре Я тоже самое хотел сказать До свидания, встретимся на новом вебинаре Приходите на следующей неделе Даже если вы не работаете, например, со взрослыми Мы будем про школьников говорить Будет интересно Там очень любопытные моменты И про дошкольников тоже говорить продолжим Все, большое спасибо И до свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!